Вши у кошек бывают ли, можно ли заразиться? Вши – паразиты, которые часто донимают представителей семейства кошачьих. Особенно если те гуляют на улице. Причин появления может быть множество. Опасность заражения котов вшами. Бывают ли вши у кошек? Да, и не только они. Когда у кошек появляется вши, нарушается покой животного, сон. Начинается зуд, животное чешется и кусает себя. Помимо вши еще существуют волосоеды. Чтобы уберечь животное от них, существуют различные средства для наружного и внутреннего применения. Последствия атаки паразитов для животного, частичное или полное облысение, развитие кожных заболеваний, вошь может переносить болезнь. Заражение глистами с последующим истощением животного. Кошка чешется пути передачи в шеи. Как передаются паразиты при общении с другим зараженным животным на улице, в подъезде и в любом другом месте при процедуре груминга. В ветеринарной клинике от других животных инструментов, которые не проходят дезинфекцию, если хозяин незадолго до контакта со своим питомцем контактировал с больным животным. Справка. Человеческий педикулес. Педикулес у животных отличается. Животное не может заразиться вшами, которые кусают человека. Кошачьи вши передаются человеку. Опасности укуса при этом не существует. Но ненадолго он может стать переносчиком. Симптомы. Первый признак питомец часто чешется, выглядит болезненно. Шерсть начинает постепенно выпадать. У питомцев портится кожа, появляются трещины, покраснение, раздражение. На шерсти видны коричнево-черные сгустки. Это экскременты паразитов. При расчесывании, поглаживании и тщательном осмотре паразитов можно увидеть своими глазами при их перемещении. Как выглядят в шее власоеды? Власоеды имеют три пары лап и большую голову. Они живут и паразитируют на животных. Самое главное отличие от вшей и блох – окрас от серого до желтого. Одна самка вполне может за раз отложить до 70 яиц. Следовательно, они очень быстро размножаются. Вши у кошек и собак внешне похожи на власоедов, но имеют длинное вытянутое тело без твердого защитного панциря. Они не питаются кожей, а прокалывают ее и высасывают кровь. Как выглядят в шее власоеды? Блох очень легко определить. По внешнему виду они крупные, имеют коричневый цвет и могут передвигаться прыжками. Вши у кота или котенка также иногда называют. Гниды у кошек могут находиться и на коже, и у основания волоса. Лабораторные методы диагностики. Чтобы обнаружить паразитов и избавиться от них, необходимо самостоятельно осмотреть питомцев. Как правило, лабораторных методов для этого не предусмотрено. Правда, если хозяин животного не может обнаружить их самостоятельно, он может обратиться за помощью к ветеринару. Если и доктор не может найти паразитов, но проблемы на коже есть, животное отправляется на анализ и изучение пораженных участков. Кожи с помощью увеличивающих лабораторных машин. Как вывести в шею кошки. Можно разделить методы на несколько групп. Все они доступны для домашнего применения. Некоторые способы выведения в шею. Специальный шампунь от волосоедов в шеи и блох. Нужно просто помыть животное, проследив, чтобы в глаза, нос и рот не попадал. Шампунь аэрозоли для опрыскивания шерсти. Для этого шерсть нужно раздвигать, чтобы получился пробор. Распылять средства, избегая мордочки, таблетки и капли для внутреннего применения. Лучше всего для этого консультироваться с ветеринаром. Заставить животное проглотить таблетку достаточно тяжело. Как выбрать лекарство от блохов шеи для кошки. Если у животного небольшая область поражения, лекарство нужно выбирать такое, каким будет удобнее пользоваться хозяину. Справка. Выбирая шампунь, следует помнить, одного мытья будет недостаточно. А если был выбран аэрозоль, то с помощью специальной бумажной или пластиковой защиты на шее необходимо обезопасить животное от вылизывания. Попадание внутрь аэрозоля может вызвать отравление или раздражение. Средства от блох капли и сплей капли наносятся прямо на кожу, так как насекомые обитают именно у корней шерсти. Большую часть капель стоит распределить у основания и хвоста, на затылке и за ушами. Именно там обитают паразиты и откладывают яйца. Сплей не стоит распределять слишком близко коже, это может травмировать котенка. Ошейники и шампуни. Ошейники – современный и практически безболезненный способ. Необходимо просто надеть ошейник на больного кота или кошку и не снимать. Постепенно паразиты должны исчезнуть, а животное привыкает к ошейнику. В первые дни от ошейника будет исходить достаточно специфический запах, но и хозяин и животное привыкнуты к запаху и к ошейнику. Народные средства для избавления кошек от вшей. Народная медицина тоже помогает избавить мохнатых животных от кусающих паразитов. Полынь. Нужно взять 40 грамм свежих или 20 грамм заранее высушенных листьев и залить их горячей водой. Полученным отваром мазать животное. Лучше повторить процедуру раза три через день. Чеснок. Нужно измельчить не менее 6 зубчиков чеснока и залить горячей водой. Перемешать до однородной массы и оставить на ночь. На следующий день нанести отвар на те места, куда не дотянется кот. Соль. Килограмм соли довести до кипения в количестве воды, которая покроет соль. Далее залить 10 литров воды. Проследить, чтобы полученная смесь была примерно комнатной температуры, чтобы котенку было комфортно купаться в этой водичке. Как купать кота. Известно, что кошки моются самостоятельно. Но в окружающей их среде могут заводиться различные бактерии, оседающие на шерсти. При попадании в желудок они могут вызвать заболевание и даже инфекцию. Поэтому периодически нужно мыть кошку самостоятельно с использованием специального шампуня. Нужно подобрать шампунь в соответствии с типом шерсти. Купание кота справка. Существуют даже шампуни оттеночные для кошек, которые помогают выровнять тон шерсти и сделать его на несколько тонов темнее или светлее. Из вата нужно скатать шарики и заткнуть питомцу уши, так как они являются особо чувствительной зоной. Лучше подготовить емкость, а на ее дно постелить махровое полотенце. Если же животное в процессе мытья будет поднимать полотенце, его можно убрать, но стоит иметь в виду, когтями животное может поцарапать дно емкости. Уход за питомцем на период лечения. В период лечения необходимо следить, чтобы лекарства для наружного применения не попали животному внутрь. Также необходимо ограничить контакт животного с другими больными и перестать выпускать на улицу одного. Периодически шерсть и кожу нужно осматривать на процесс избавления от паразитов. И если их не становится меньше, то срочно нужно обратиться к ветеринару и изменить способ лечения. Справка. Обязательно нужно обращать внимание на поведение. Чем больше животное чешется, тем сложнее будет провести лечение. Опасны ли кошачьи вши для человека? Кошачьи вши не кусают людей. Если они проникли на человеческую кожу, то вскоре погибнут. Но другая опасность все же существует. Все дело в том, что они могут откладывать яйца и способствовать появлению блистов и инфекционных заболеваний. Меры профилактики. Можно надеть ошейник, особенно если животное гуляет на улице. При мытье можно периодически заменять обычный шампунь шампунем против блох. Это поможет вовремя избавиться от паразитов и яиц, которые они откладывают. Ошейник от блох обратите внимание. Обязательное условие – дозировка средства и в процессе профилактики и в процессе лечения не должна превышать норму. Профилактические меры должны соблюдаться, так как препятствия появлению блох гораздо эффективнее, чем лечение уже пораженного питомца. Таким образом, вши – распространенная проблема у кошек. Существует масса способов профилактики, которыми следует пользоваться. Но если вши уже появились на животном, то это можно исправить. Есть несколько видов лечения. Продолжение следует...